Давайте вернемся к сетевому бизнесу, к технологиям работы. Какие методы приглашения работают сейчас, по вашему мнению? Как сегодня приглашать людей? Мне так сдается, что все работает. Все то же, что и раньше работало. Ситуация в стране изменилась. Когда-то была безработица, было очень тяжело. Зарплата была средняя 40 долларов. Сейчас не 40 долларов далеко. Сейчас приглашают на другие вещи. Если раньше можно было сказать, что здесь можно заработать столько денег и все. Если твое предложение сводилось к деньгам, то сегодня деньгами уже, может быть, это не так интересно людям манипулировать, потому что кто-то и так хорошо зарабатывает. Но то, что дает сетевой маркетинг, он же дает не только деньги. Сегодня это по-прежнему людям интересно. Например, Алла говорила в нашей истории путешествия. Есть люди, которые 10 лет не были в отпуске. Они работают, они прекрасно зарабатывают, но у них нет времени съездить в путешествие. А есть люди, которые не могут оставить свой бизнес, потому что как только они его оставят, они его могут потерять и так далее. Есть люди, у которых вся работа на нервах, стрессы какие-то. И они видят, что мы без всяких стрессов зарабатываем. Я знаю людей, например, бухгалтер. Человек хорошо зарабатывал, но когда он увидел фотографии с наших праздников, с наших событий, увидел, что там все в красивых нарядах, красивых костюмах или какой-то там бал. И человек понял, да, я сегодня вкалываю как ненормальный, зарабатываю хорошо, но у меня нет повода одеть красивый наряд. Некуда. Некуда просто. А тут смотрю фотографии. То они на этой вечеринке, то они на этом балу, то они на таком событии, то они в путешествии, то они там. И у них везде красивые наряды. И человек говорит, блин, хочу так жить. Зачем мне все эти деньги, если я даже не могу красиво куда-то одеться? Я считаю, что многие женщины, они хотели бы красиво одеваться, но им просто некуда. И вот когда Алла покупала красивейшее такое платье на события, продавщицы смотрели на нее с завистью и говорили, у нас есть деньги купить себе такое платье. Ну куда мы его оденем? Возможно ли сетевой бизнес без продаж? И да и нет. То есть, если человек хочет большую организацию, действительно большую, там с тысячной организацией, с несколькими тысячами человек, с большим количеством лидеров, которые будут существовать много-много лет, где будут большие комиссионные, ну и так далее, и так далее, без продаж, это невозможно. Если человек хочет небольшую организацию, которая просуществует неизвестно сколько, с небольшими комиссионами, в принципе, это возможно. Но, и в этом есть исключение, возможно быть лидером, играющим лидером, но не продающим, если у тебя есть спонсоры или дистрибьюторы, которые умеют продавать и которые не просто умеют, а умеют научить твою сеть. И я даже больше хочу сказать, я уже про это сегодня говорила, что есть лидеры-мотиваторы, которые продавать это как раз и не умеют. Может быть, они что-то и продавали, там раз-два-три-четыре-пять, там десять за свою жизнь. Но, в принципе, как система, они этого делать не умеют, научить этому не могут, но у них в сетях есть люди, которые умеют и могут. То есть, как лидер не продающий, такое возможно в большой сети. А вот как вся сеть не продает, это невозможно. То есть, она жить не будет. Ну, можно тут добавить, наверное, еще несколько слов, что мы имеем в виду под словом «продажа». Потому что, по большому счету, что такое построение сети? Тебе надо продать ближайшую школу. То есть, если ты ее не продашь, на нее никто не квалифицируется. Тебе надо продать ближайшие промоушены компании. То есть, компания объявила промоушен, например, на какое-то путешествие. И тебе его надо продать, чтобы люди пошли выполнять эту квалификацию. Это же не считается продажей. То есть, это же тоже продажа. То есть, мы говорим о продаже как вообще, о принципе, или мы говорим просто о продаже баночки. То есть, человек просто не ходит, не продает продукт своей компании. Поэтому я считаю, что вообще, если человек не умеет себя продать, события продать, промоушены продать, то чего он построит? Он ничего не построит. Потому что любое действие, мотивация – это и есть продажа. Продать зачем людям это надо? Да вообще пригласить в сетевой маркетинг – это продать ему мечту, продать ему стиль жизни, продать ему возможности, которые дает сетевой маркетинг. Если ты не умеешь продавать, но ты тогда не сможешь им это все продать. Мы раз говорили про мотивацию. Бывают такие периоды в жизни дистрибьютора, когда падает темп бизнеса, прошло сколько-то лет, нет результатов, падает мотивация. Как вернуть вот эту мотивацию и темп в бизнесе, если сейчас застой человек? Ну, мы можем опять вернуться к нашей истории, когда мы начали зарабатывать деньги через два года, хороший доход. И точно так же мы делали бизнес, у нас ничего не получается. То есть, ты его делаешь, у тебя ничего не получается. Ты ничего не зарабатываешь, соответственно, опускаются руки и все. То есть, ты считаешь, что, наверное, стоит это все бросить. И ты в этот момент задаешь вопрос, самый главный, а зачем ты это начал делать? И чего ты вообще хочешь от этого всего? И вот я считаю, что каждому дистрибьютору, каждому лидеру надо почаще себе задавать вопрос, а зачем я этим занимаюсь? Это вообще главный такой вопрос, на который не сразу найдешь ответ. Некоторые думают, что я занимаюсь этим, потому что я хочу заработать. Некоторые говорят, я хочу финансовую независимость. Но это все бла-бла-бла, это абстракция. Реально мы достигаем всегда того, что мы на самом деле хотели. Есть такая фраза, результат, который мы получаем, это есть результат наших истинных намерений. И вот то, что человек достиг, это на самом деле он истинно этого и хотел. Если он хотел бы большего истины, на самом деле, внутри себя, он бы и достиг большего. И поэтому всегда надо задаваться главным вопросом, зачем мне это надо, зачем я этим занимаюсь, чего я хочу. Когда ты находишь этот ответ, вот мы с Аллой когда не зарабатывали, мы задавались вопросом, а зачем мы этим занимаемся вообще? И мы поняли, а нам нравится сам принцип. И когда мы вот полюбили то, чем мы занимаемся, вот то, что ты берешь человека, который не верит в себя, ты помогаешь ему поверить в себя, ты помогаешь ему увидеть мир других возможностей, тебе нравятся те изменения, которые ты можешь привнести в его жизнь своим трудом, своими действиями. И тебе нравится, как он растет, меняется, улучшается его жизнь, качество жизни, то тебе нравится сам процесс. То деньги это уже вознаграждение, это следствие. И я считаю, что каждому человеку надо смотреть в суть, в корень. Некоторые зациклены на следствии, они хотят денег. Нет денег, все. Ну, значит, все плохо, я демотивирован. Слушай, не надо хотеть денег. Ты хочешь, чтобы твои люди стали профессиональнее. Займись процессом. Не занимайся хотением денег, а займись вот то, что ты должен делать. Вот посмотри, как сегодня твои дистрибьюторы работают, какие у них сегодня есть инструменты, насколько они сегодня профессиональны. Если ты видишь, да они насколько непрофессиональны. Ну, таки помоги им. Займись процессом, чтобы этот человек стал лучше, профессиональней, чтобы он зарабатывал больше. И когда ты будешь увлечен процессом, ну, как ты можешь быть расстроен и демотивирован? Ну, если тебе некого научить и улучшить, ну, найди того, которого улучшить. Прямо такое у тебя бизнес-предложение будет. Хотите, я улучшу вашу жизнь? Хотите, я вас сделаю профессионалом, который будет потом всегда самообеспечен? То есть у вас будет такая система, которая вас будет кормить. И вот я просто ищу того, которого я хочу вложить в свои знания, в свой опыт. Ну, ты всегда найдешь таких желающих, которые хотят, чтобы в них вложились. И когда ты будешь занят процессом, когда ты будешь занят другими людьми, их возможностями, их ростом, ну, ты не будешь находиться вот в этом состоянии. А если ты сконцентрирован только на деньгах, на следствии, и вот переживаешь, ну, что-то вот у меня следствие-то как-то вот. Это опять же, вот Алла говорила про книгу «Диагностика кармы». Причина и следствие. Надо понять, что причина, а что следствие. И люди всегда гоняются за следствием, вместо того, чтобы изменить причину. Они не заняты развитием бизнеса и людей. Они заняты получением следствия. И если это следствие на них не нападает, эти деньги, они расстраиваются. А просто они были заняты не тем. Они не на том концентрировали свое внимание. Поэтому если ты занят людьми, их ростом, их доходами, ну, а как ты впадешь вот в это такое расстроенное состояние? Ну, ты можешь только, конечно, расстроиться, что этот человек, ну, был плохой ученик. Ну, смени его на другого. Вы знаете, когда мы шли делать этот бизнес, и у нас не получалось, мы много раз хотели бросить все. Первое, что нам не дало, это, конечно, кредит. То, что мы бы его нигде в другом месте не отдали. И спасибо ему большое, этому кредиту. Второе, что нас оставило, это вот когда жизнь прижимала тебя к стенке, и ты понимала уже все, ну, это конец, а бывали, ну, как говорят, самый черный час, он перед рассветом. У нас тоже был такой черный час, как у всех нормальных людей. Сначала судьба, она тебя испытывает, потом она тебя искушает, и только потом она тебе все дает. Вот нужно пройти и то, и другое. У нас был и час искушений, и черный час был, все было. Вот. Так вот, когда ты до этой стадии доходишь, полного отчаяния вообще, мы садились друг против друга и задавали друг другу вопрос. Ну, хорошо, но мы сейчас все бросим, и что дальше? Ну, и дальше-то что? Чем мы будем заниматься? На что мы это поменяем? Ну, хорошо, пойдем на работу. Нам это даст реализацию той мечты, которая у нас есть? Нет. Тогда все, выбора нет. Ну, покажите мне еще другое место, где мы получим то, что мы хотим. Финансовую независимость, возможность путешествовать, возможность такой творческой работы, где используются, ну, просто, ну, все вообще знания, опыт. Ну, вот все, чему я когда-либо в жизни училась, мне здесь пригодилось все. Такая степень самореализации, такая степень востребованности, такая степень активности жизненной позиции, такая степень влияния вообще даже на социум, что меня вообще потрясло. Вот когда-то я сформулировала смысл жизни. Я вообще очень рано начала об этом задумываться. Ну, наверное, мне лет 10 было. Ну, в общем-то, я такая достаточно белая ворона, в общем, в этой жизни, очень слишком серьезная. Мне всегда говорили, Алла, нельзя быть такой серьезной. В общем, вот была у меня такая проблема с детства. Ну, что делать? Ну, вот такая. И где-то, наверное, годам к 27 я сформулировала. И звучит это так. Я хочу научиться управлять своей судьбой, ну, насколько это возможно, конечно, да, и научить этому других людей. И поэтому, когда я столкнулась с принципом сетевого маркетинга, я поняла, что для реализации вот этой вот смысла моей жизни это подходит как нельзя лучше. Ничего другого просто быть не может. Вы понимаете, есть такое понятие цель, и есть понятие миссия. Ну, смысл жизни, будем так говорить, да? Может быть, это высокие слова, но это так и есть. Цель наша, вот которую мы перед собой ставим, понятно, что без финансовой составляющей цели не бывает. Хочешь дома, он сколько это стоит, хочешь путешествовать, это сколько это стоит. Ну, понятно, да? То есть все имеет некий денежный эквивалент, да? Вот, хотя я воспринимаю деньги как вид энергии. То есть как эквивалент обмена. Ну, мы же не денег хотим, не бумажки мы вот эти, да? Мы хотим то, на что мы можем это поменять. Правильно? Не самих же денег. Так вот, цель – это то, что мы от жизни хотим взять. А миссия или смысл жизни – это то, что мы взамен готовы отдать людям. И между этими вещами должен быть баланс. Когда ты все время хочешь брать, 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 инвестируйте свое будущее, говорят сетевики, да? Или как тот же Джим Рон говорит, излишнее самосохранение, то есть нежелание отдавать, да? Ведет к чему? К бедности. А люди хотят, они думают о себе и о своих деньгах. Дайте, 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 вот это вот, да? Дайте информацию, дайте энергии, дайте позитива, дайте там все время получать, получать, брать. Им не хотят отдавать. Между тем и другим. То есть, ну, мне, может быть, было легче, потому что я сформулировал это до ту го, как пришла в сетевой маркетинг. И принцип сетевого маркетинга 100% совпал с этим. И поэтому, понимаете как, цель не определяет смысл жизни. Ну вот ты достиг цели, вот мы заработали денег, но смысл моей жизни разве достигнут? Разве у всех людей, все люди уже счастливы? И у всех людей уже изменилась жизнь к лучшему? Нет. Поэтому этим смыслом можно заниматься всегда, и завтра, и послезавтра. И в самые сложные моменты, когда хотелось все бросить, я понимала, что я занимаюсь как раз тем, вот я психолог по образованию, да? Но ведь психология — это наука, которая помогает здоровым людям оставаться психически здоровыми. То есть это не психиатрия. И ведь если здоровому человеку вовремя помочь, то есть самоактуализироваться, да? Ну, если это понятно, самоактуализация. Ну, самореализоваться, будем говорить, это проще, да? Вот. То тогда он не заболеет. Он выйдет из состояния стресса, он выйдет из состояния ступора, тупика какого-то жизненного, состояния депрессии, состояния неудовлетворенности с собой хронической, да? Если его направить вовремя, сказать, делай вот это, вот это, вот это. И ты добьешься, чего ты хочешь. Не могу не задать вопрос. Мы постоянно говорим о преимуществах сетевого бизнеса. А вот видите ли вы в нем какие-то недостатки? Да, вижу. Вот когда нас в свое время подписывали в сетевой маркетинг, поскольку я такой человек, ну, достаточно грамотный, я понимаю, что все в жизни развивается по закону гармонии. Если в чем-то сколько-то хорошего, то в нем должно быть столько же плохого. И те ребята, которые мне с восторгом, любовью рассказывали об этом, я задала им вопрос. Хорошо, я верю, что вот это все замечательно, так все красиво. А теперь расскажите мне, какие у этой системы есть недостатки. Этим вопросом я поставила их просто в тупик вообще. И потом я задала этот вопрос довольно часто, и никто не мог мне на него ответить. Но я-то понимала, что это же должно же где-то быть вообще. И со временем уже, находясь здесь, я поняла, ну, я нашла три, может быть, есть еще, я не знаю, мне сложно сказать. Первый из них – это то, что эта система открытая. То есть она доступна для любого человека. Вот для того, чтобы устроиться, скажем, в банк, особенно на какую-нибудь ведущую должность, человек иногда проходит 12 встреч. То есть с 12 людьми в банке он встречается. И происходит огромный процесс отсева, фильтрации. А здесь дистрибьюторы бегают и уговаривают всех подряд, ну, приди, пожалуйста, ну, приди, пожалуйста. Как у меня Олег говорит. Ну, вы тоже не уговариваете, правда, уже давно. Ну, я же не про себя говорю. Олег говорит про дистрибьюторов, да. Вот когда они бегают за приглашенными, говорят, ну, приди, ну, подпишись. Вот, они говорят, спонсор, говорит, ну, не надо уговаривать. А дистрибьютор говорит, тебе спонсор хорошо, у тебя я есть, а мне бы хоть кого-нибудь, кого можно воспитывать. Вот, то есть система открытая. Сюда приходят люди порядочные, непорядочные, умные не очень, образованные не очень, грамотные, ну и так далее. И люди, так скажем, какого-то не очень такого уровня, они портят имидж, они уходят потом отсюда, потому что у них ничего не получается. А вы будете работать с людьми, которые вам не нравятся? Вот писали человека по холодному контакту, а потом оказалось, что он вот не очень. Я его не подпишу. Я его просто не подпишу. Я даже к нему не подойду, если он мне не нравится. Я поэтому здесь работаю, чтобы работать с теми, кто мне нравится. У меня есть такое право. Я формирую свое окружение сама. Вот не хочу, чтобы эти люди были в моем окружении, значит, они в нем не будут. Хорошо, а вот второе, это не очень люди, да? Нет, это первое. Открытая система. Второе, это, знаете, что? То, что здесь никто не заставит. Ну вот человек ходит на работу с 8 до 5, да? Если он не придет, ему там не дадут зарплату, его там оштрафуют, его там... Короче, его накажут. Плюс он приходит, у него есть как бы четко, что он должен делать, да? У него есть инструкция. Здесь инструкции нет, и начальника тоже нет. В принципе, дистрибьютор может послать своего спонсора, его за это никто не уволит. И поэтому ему надо заставлять себя самому. Это огромный недостаток. Это очень маленькому количеству людей дано. Вот это вот самому составить план работы, самому себя заставить, самодисциплина. Вот ежедневно, систематически, каждый день огромный недостаток. Почему? Это одна из причин, почему много людей здесь не добиваются успеха. Увы. Потому что они хотят, что кто-то стоял сплетен над ними. Хорошо, идем дальше. И третье, это профессиональные заболевания сетевиков. Болтливость. Болтливость. Второе, это звездная болезнь. Да, есть такое заболевание. И, пожалуй, некоторая неадекватность поведения. Потому что только здесь, в сетевом маркетинге, я встретила людей и поняла такую вещь, что отсутствие всяких комплексов, это, оказывается, тоже комплекс. Понятно. Наглые очень, да. Ну, как бы, есть некоторые. Они настолько растормаживаются. Ну и просто у нас много странных людей, так скажем, да? Которых больше никуда не взяли, и они пришли к нам. Ну, вы знаете, вот манера, например, общения лидера, вот даже у меня, я что делаю? Я же давлю голосом. Я вот даже сейчас разговариваю, что я делаю? Я давлю. Дело в том, что мы настолько натренировались на сцене, у меня все время рублены движения. И когда мы общаемся в кругу своих знакомых, друзей, мы все равно так же общаемся. К сожалению, профессия накладывает отпечаток на любого человека, на нас тоже. Ну, пожалуй, три. Понятно. Ну, хорошо. Давайте перейдем теперь к теме интернета. 21 век он отметился тем, что интернет, он очень сильно изменил нашу жизнь. Вы как интернет принимаете в своей работе или нет? Как-то, может быть, обучаете дистрибьюторов своих, или советуете какие-то курсы? Ну, интернет – это тема, конечно, такая огромная, как и сам интернет. И могу сказать, что я считаю так, что я одним из первых вообще в нашем бизнесе прикоснулся к интернету, потому что еще в те далекие-далекие годы… Витаминс.ру, там уже у меня была своя система, которая позволяла каждому дистрибьютору пользоваться моим сайтом в своих личных интересах. Так называемые реферальные ссылки, которые сегодня популярны. Это было очень много лет назад, это еще было в 97-м году. Но со временем стали появляться дистрибьюторы в разных контактах планеты, и я понял, зачем они мне нужны так далеко, зачем мне это все, когда мне лучше, чтобы они были рядом со мной. И меньше возни, и я это все дело закрыл. И я считаю, что это я правильно поступил, потому что, сконцентрировавшись на оффлайн-работе, мы смогли добиться вот таких вот, я считаю, выдающихся результатов. Потому что, если бы я сидел в интернете, то, может быть, я, конечно, тоже бы добился каких-то выдающихся результатов, но я считаю, что, объехав турнетом по 20 городов за лето, мы подняли свой бизнес очень сильно. И это позволило нам заработать огромных денег. Я считаю, что на сегодняшний день каждый человек сам решает ему пойти в интернет или оффлайн, но в интернете надо не забывать, что ваши конкуренты не дальше кликомышкой, а оффлайн, может быть, соседний рекламный баннер, а оффлайн, вот выйди на улицу, пройдись и посмотри, как много людей сейчас на этой улице делают контакты. И, скорее всего, ты вообще никого не увидишь, и ты вне конкуренции. Ну-ка, а зачем тогда идти туда, где колоссальная конкуренция, когда ты можешь выйти на улицу и быть вне конкуренции? И пока сегодня ситуация такая на улицах, люди боятся делать контакты, они боятся общаться оффлайн, им хочется комфорт. А вот это вот излишнее самосохранение имеет свойство переходить в бедность, то, что говорил Джим Рон, оно можно, наверное, и к интернету отнести. Если ты идешь в интернет только лишь потому, что тебе хочется поменьше выходить из зоны комфорта, это одна ситуация. Если ты идешь туда, потому что какие-то другие причины, например, мы сегодня через интернет, конечно, обучаем своих партнеров. Вот буквально сегодня у нас была конференция со всеми городами и странами. Понятно, что очень удобно. У тебя есть виртуальная комната, емкостью 2000 человек, туда могут собраться как раз 2000 человек, и это можно сделать в любой момент. Даже не 2000 человек, 2000 подключений. 2000 подключений, на каждом из них может сидеть целый зал большой. И это, конечно, очень удобно. То есть одно дело бы люди сейчас съезжались бы со всех городов и стран, а другое дело они зашли виртуально, они видят и слайды, и ведущего, спикера, участвуют. Это все, конечно, здорово, но живое общение, оно, конечно, всегда имело больше приоритет, силу, чем виртуальное. Но сегодня реальность такова, что интернет очень удобен, но это инструмент. И нельзя сказать, что инструмент за тебя сделает бизнес. Когда-то, понятно, когда у нас появились телефоны мобильные, мы так радовались, потому что не надо сидеть дома и ждать звонка, когда тебе позвонят. Ты можешь всегда быть с телефоном. Мы из-за телефона квартиру снимали в другом городе, потому что у нас не было телефона. Но никто же не говорит, что телефон сам за тебя сделает бизнес. И точно так же и интернет. Я считаю, что это все-таки большей частью инструмент, который мы можем использовать для повышения своей эффективности, повышения своей продуктивности. Но не как, что это само за тебя там что-то построит и будет само по себе работать, как некоторые пишут. Ваш сайт работает сам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А вы можете только сидеть, ждать результатов, и все будет готово. Но это не так. Мы сегодня видим очень много людей, конечно, работающих в интернете разными способами. Я могу сказать, что я большей частью отошел от этого, потому что у меня ситуация другая. Я являюсь главным советником своей компании и достаточно имею большой промоушен и раскрученное имя. И будучи активно представленным в интернете, получается так, что я перетягиваю одеяло на себя. Ну, поскольку поиск, он находит людей одинаково, и, конечно, когда человек начинает искать, допустим, возможности, он хочет подключиться к этому бизнесу, то, понятно, он предпочтет подключиться к самому главному и крутому, чем к какому-то там простенькому дистрибьютору. И поэтому высока вероятность того, что люди вместо того, чтобы подключаться к моим дистрибьюторам, могут подключаться ко мне. А мне это не надо. Моя задача, чтобы мои дистрибьюторы... Кстати, а рекрутируете людей в первую линию? Я ссылку на подписание под меня убрал достаточно глубоко. То есть при желании ее найти можно. Но надо иметь очень большую мотивацию ее найти, чтобы под меня подписаться. И каждый месяц под меня подписываются люди, делают закупки, выполняют какие-то квалификации. Я к этому не прикладываю, конечно, никакого отношения. Но я считаю, что это неправильно. То есть, может быть, вообще стоит убрать. Потому что даже когда ко мне оффлайн подходили люди и говорили, я хочу с вами заключить соглашение, я всегда человеку говорил, вы знаете, я вас не приглашал. Скорее всего, вы о компании узнали от кого-то. Вот лучше вам обратиться к тому человеку, от которого вы узнали об этой компании. Потому что я стою сегодня на вершине горы. И с горы машу ручкой и говорю, забраться сюда возможно. Но на гору вам лучше идти с кем-то, кто тоже сейчас идет на эту гору. Мне совершенно трудно вам подать руку и помочь взобраться. Лучше идти с тем человеком, который сейчас начал свое восхождение. Может быть, он на 5 минут раньше вас пришел в эту компанию. И лучше вместе с ним вдвоем вы будете карабкаться. Вот некоторые считают, что надо обязательно подписываться под успешного человека, и все у меня будет хорошо. Это большое заблуждение. Лучше как раз, самое лучшее, это вот идти с кем-то. Я это очень часто объясняю людям. Что это большая иллюзия. Что если ты будешь иметь такого крутого спонсора, то ты сможешь легко преуспеть. У тебя будет очень большая дистанция с этим человеком. Лучше как раз того, кто сегодня, может быть, на несколько шагов впереди. Он тебе руку как раз сможет подать, помочь забраться на его ступеньку. Сам он в этот момент заберется на следующую. И так вы, как альпинисты, карабкаются вместе. Вот вам лучше как раз с такими людьми вместе и двигаться к успеху. Это будет для вас намного лучше. Олег, вот Билл Гейтс, он лет 10 назад сказал, что те компании, которые не будут использовать интернет, они просто выйдут из бизнеса. И что касается компаний, я вижу сегодня справедливость этого утверждения. У вашей компании есть сайт, у моей компании есть сайт. И компании без сайта я сейчас сегодня не представляю, ну как это вообще возможно. Точно так же, как в большинстве нормальных компаний есть регистрация через интернет, заказы через интернет. Вот не боишься ты, что через лет 5, ну через какое-то время, не буду говорить когда, те дистрибьюторы, которые не работают в интернете, не имеют своего сайта, допустим, не владеют какими-то рекрутинговыми способами, методами, они безнадежно проиграют и отстанут от тех, кто работает только в офлайне. Или этого не произойдет? Ну, ситуация, конечно, хороший вопрос. Да, я тоже часто повторяю фразу, если вас нет в интернете, то вы вообще не существуете. Потому что, когда я сам сегодня что-то ищу, то первым делом, естественно, мы набираем поисковый запрос, и если какая-то компания не представлена, то мы ее просто не найдем. И это очевидно. Но ситуация такова, что сегодня в нашей стране 140 миллионов человек, интернетом пользуются порядка 50 миллионов, но это считается, что они им пользуются. Хотя непонятно вообще, что они там в нем делают, и делают ли вообще что-то. Может быть, это их дети там сидят, а взрослые нет. Но ситуация такова, что еще ближайшие, вот если говорить про 5 лет, то я уверен, что еще этих 5 лет вполне достаточно, чтобы офлайн строить большой бизнес. У меня есть сегодня лидеры, которые не дружат с интернетом. И у них настолько большие организации и чеки, что им позавидуют те, кто в интернете профит. И пока эта ситуация есть, я буду придерживаться такой стратегии, что человек должен заняться тем, от чего он сегодня получает максимальную отдачу. То есть эффективность офлайна сегодня выше? Нет, я так не сказал. Я сказал, что человек должен заняться тем, от чего сегодня он получает максимальную отдачу. То есть вот приходит человек заняться бизнесом. Он должен первым делом начать зарабатывать, а не просто делать вид, что он делает какое-то дело. В интернете это легко происходит. Вот это вот, ты теряешь вот этот вот пульс денег, тебе кажется, что ты занят вроде бы как бизнесом, вроде как делом. Я хожу по социальным сетям, я там кошечек размещаю, лайки там всякие ставлю. И человек думает, я вроде как бизнес же делаю, я вроде как связи налаживаю. Но на самом деле это просто трата времени. А кто-то в этот момент идет, выходит из зоны комфорта, обращается к людям. Как я всегда говорю, ты позвони соседу. Спрати, он вообще пользуется продуктом твоей компании? Если нет, ну зачем тебе искать человека на другом конце мира, в котором ты потом еще будешь думать, как ему доставить продукт, как ему компания будет доставлять, как деньги там с него взять. Когда позвони соседу, отдай ему банку, забери деньги. И ты доволен, и сосед доволен. Поэтому я всегда был сторонник максимальной отдачи сегодня. Для кого-то максимальная отдача – это выйти и предложить соседу продукт. А для кого-то – это интернет. Есть люди, у которых, допустим, какая-то может быть физическая ограниченность. Может, он в инвалидном кресле, он не может ходить. И для него интернет – это сегодня единственная возможность. Или, например, сегодня там минус 45 градусов на улице. И выходить в такой мороз на контакты, реально холодные, ну ты не будешь. И ты понимаешь, что, ну, кроме интернета, у тебя нет никаких сегодня шансов. Потому что выйти в такой мороз, там никого не найдешь на улице, с кем вообще делать контакт. Но тогда, да, для тебя сегодня это какую-то отдачу несет. Но зачем сидеть в интернете, там, просидеть месяц, и не заработать ничего, когда ты за этот месяц мог реально пойти заработать денег офлайн? Но если тебе это трудно офлайн, если у тебя есть деньги, может быть, ты ходишь сегодня на работу, у тебя есть деньги. И тебе сегодня не надо получать максимальную отдачу. И ты работаешь на перспективу. То интернет, да, это на перспективу. Ты сначала изучаешь, как это там все работает, начинаешь создавать сайт. Создать сайт – это же не 5 минут. Начинать его раскручивать – это тоже не 5 минут. Собрать там подписную базу – это тоже не 5 минут. Это все требует времени, пока ты начнешь с этого получать отдачу. Это работа на перспективу. Если у тебя есть сегодня на что жить и работать на перспективу, хорошо, работай. Если нет, ну так пойди заработай. Поэтому я считаю, что надо думать разумно, где сегодня тебе можно быстро получить доход. Если ты сегодня, например, взял кредит и платишь по кредиту, понятно, что тебе продать быстро продукт оффлайн и выплатить кредит намного проще, чем вот это вот раскручивать и ждать. Придут, не придут в твой магазин, интернет, сделают заказ, не сделают заказ. А тебе завтра платить по счетам. Поэтому надо идти по пути. У каждого ситуация своя. Кому-то надо платить завтра по счету, а кому-то у него зарплата, или у него муж зарабатывает, или жена зарабатывает, и он может себе позволить сидеть и работать на будущее. Достаточно долго уже беседуем. Вот буквально парочку самых интересных вопросов, которые через интернет люди написали. Серж Токмаков спрашивает, каким вы видите сетевой маркетинг в России и в мире через 10-20 лет? Такой любимый вопрос людей, да? Да, в последнее время его очень часто задают. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что за ближайшие 10-20 лет планета настолько изменится, настолько изменится экономика Земли, деньги изменятся. Очень возможно, что их вообще не будет денег, и будет какой-то другой эквивалент обмена. То есть, в принципе, сегодня все экономисты, бизнесмены, политики ждут глобального мирового кризиса. Ну, будет он там через 5 лет, неважно, но он будет все равно. Поэтому говорить сегодня о том, как будет выглядеть сетевой маркетинг через 10 лет, я не знаю, как он будет выглядеть. Но я хочу сказать, что вот когда в стране много денег, в любой, когда страна живет благополучно, любая страна, вот в данном случае сегодня Россия очень благополучная страна, потому что сегодня нефть дорогая. Кризис Советского Союза произошел тогда, когда нефть стала 16 долларов. Последние 12 лет она редко опускается ниже 100 долларов. Поэтому сегодня денег в нашей стране колоссальное количество. Люди не знают, куда его девать. Те, которые имеют доступ к этим деньгам. В этот период сложно подписывать людей, но очень легко продавать. А сети строятся плохо. Когда происходит кризис любой финансовый, строятся сети очень легко. Продать продукт сложно. И сетевой маркетинг будет существовать всегда. Потому что если будет кризис рынка труда, то, соответственно, сетевой маркетинг дает людям работу и надежду на будущее. Пока существует перепроизводство продукта, если люди, которые нас смотрят сейчас, понимают, что это такое, то есть сегодня любое предприятие, любой завод, там все операции выполняют автоматы. Людей выгоняют тысячами на улице. Все автоматизируется вообще на земле. С одной стороны, перепроизводство всего абсолютно, там бытовых приборов, там продуктов питания, всего, одежды и так далее. Это то время, эпоха, в которой мы живем. А с другой стороны, поскольку все это делают машины, то люди остаются без работы. Значит, две задачи стоят. У людей нет работы, раз. И вторая задача, каким образом это на рынок продать. Потому что произвести легко, продать невозможно. И вот пока эти две проблемы существуют, сетевой маркетинг будет жить всегда и будет развиваться. И компаний будет все больше и больше становиться, которые будут продавать все на свете. Так что у него хорошая перспектива, великолепная просто. Через 20 лет мы будем. Мы будем. Хорошо. Я думаю, через 20 лет будут все дистрибьюторами каких-то компаний. Да. Потому что что-то все равно будут по рекомендации покупать. Не то, так это, не это, так еще что-то другое. Поэтому, дорогие зрители, если вы еще не в сетевом маркетинге, через 20 лет вы все равно в нем будете. По-любому у вас просто нет шансов. Только вопрос в том, кто будет над кем. Вы придете тогда, когда уже все-все-все-все в вашем доме уже подключились к сетевому маркетингу. Или вы сегодня стартуете и в вашем доме через вас подключатся к сетевому маркетингу. У нас есть такой замечательный лидер в городе Хабаровске, Михаил Безяев. И вот когда он человеку говорит, что это MLM сетевый маркетинг на встрече, и человек говорит, а вы что, не любите сетевый маркетинг? Он говорит, нет, не люблю. Не расстраивайтесь, вы его полюбите. У вас еще все впереди. Вот такие вот у нас люди, да. Ольга Грейфенгаген спрашивает вопрос, который я хочу сам ответить. Можно, да? Олег, а вопросы будет задавать сторонний наблюдатель или наш человек? Я хочу сказать, что я, конечно, не совсем посторонний человек, я сетевик. Но вот ни к Олегу и Але, ни к компании Vision я никакого отношения не имею. То есть я могу считаться абсолютно независимым экспертом. Вопросы придумывал сам. И она же спрашивает, сейчас энтузиазм в бизнесе нужнее, чем технология? Он всегда нужнее. И сейчас, и вчера, и завтра. Вот любую книгу по успеху вы откройте, или любого успешного человека вы спросите, и он скажет, что на 90% это мотивация, то есть зачем и почему, и только на 10% как. То есть если человек хочет, он найдет возможность. Если он не хочет, он и возможности искать не будет. Но, с другой стороны, технологии могут очень сильно повышать энтузиазм. Если это такая технология, достаточно простая, человек видит, как он легко, технологично, может кликаем мышкой, клик, 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 и у него появляются деньги, у него появляется от этого энтузиазм. Он говорит, вау, так просто? Так я так это могу. И поэтому это все взаимосвязанные вещи. А если у вас человек идет на семинар по тому, как работать в интернете, в сетевом маркетинге, вы это одобряете или нет? Не, ну я сам такие семинары провожу. Да, поэтому, ну, собственно говоря, будучи инженером-электронщиком, человеком, который сам паял свой первый компьютер, радио 86РК, с 8 килобайтами памяти, потом паял Синклеры, потом, ну то есть, я с компьютерами знаком, еще со студенчества. Одним из первых подключился к интернету, у меня всегда самая топовая электроника в доме. Поэтому, конечно, я к этому очень близок. И сегодня я главный советник президента по интернет-технологиям нашей компании. Поэтому я как бы недалек от этого. Но я не фанат этого. То есть, я бы так сказал. То есть, я понимаю, что действительно должен заниматься тем, от чего он получает выгоду. Он приходил за деньгами, мы ему и должны дать то, за чем он приходил, денег. Он приходил сюда быть профи интернет-технологий. Скорее всего, он не для этого приходил. Он не приходил сидеть тут целыми днями за компьютером, с красными глазами, не спать. Нет, он не такой стиль жизни хотел иметь. Поэтому это инструмент. Поможет? Окей. Нет. Ну, собственно говоря, есть полно других возможностей. Зачем циклиться? Некоторые считают, что это какая-то чуть ли не единственная прямо панацея этот интернет. Поверьте, вы знаете, мы слишком оторвались от народа. Ты когда весь в гаджетах, у тебя один телефон, другой крутой телефон, у тебя там ноутбуки, планшеты и так далее. Мне кажется, все такие. А вы знаете? Нет? Олег, Алла, у нас сегодня было с вами достаточно продолжительное интервью. И вот в заключение я хотел попросить вас, вот глядя в камеру, сказать несколько слов для тех людей, которые сейчас только начинают в сетевом бизнесе. Вот какие-то самые важные моменты для успеха в нашем бизнесе. Ну, конечно же, можно говорить о очень многих вещах. Но, наверное, есть смысл сказать про несколько каких-то очень простых, но очень важных. Потому что вот именно простые вещи, они нами не воспринимаются, но слишком простые. И мы не придаем им важности, и из-за этого буксует очень много. И люди упускают свои возможности. Но реально самая простая, но критически важная вещь это то, что у вас есть наставник. И этот бизнес делается, знаете, кукушка хвалит петуха за то, что хвалится он кукушку. Вот чтобы вам начать приглашать людей в этот бизнес, вам надо делать промоушен своему спонсору. Продавать его как мега крутого специалиста, который может изменить жизнь вашего гостя. И это на самом деле так. Потому что вот если бы вы приглашали его на встречу к Алле Пугачевой, ну, как образ, ничего не имею против известных людей. Да, человек пришел бы там. Ну, как Алла Пугачева может изменить жизнь этого кандидата? Да никак. А ваш наставник, ваш спонсор, пообщавшись с вашим кандидатом, может очень сильно изменить его жизнь, если этот кандидат присоединится к вашему бизнесу. Поэтому я считаю, что наставник, который есть у вас сегодня, у каждого новичка он есть, это самый главный человек в вашей жизни. И от того, как вы будете его промотировать, как вы будете его представлять своим кандидатом, это 80% успеха любой встречи. И многие представляют своего спонсора так, ну, это мой спонсор, он меня пригласил, он сейчас тебе расскажет о нашей компании. А спонсору он делает крутой промоушен своего кандидата. Ой, это такой важный человек, он известный в нашем городе, если он сегодня подпишет контракт, все-все-все у нас будет хорошо, поэтому ты спонсор, постарайся ему все так хорошо рассказать, нам очень нужен этот человек в нашем бизнесе. То есть, кандидаты, вот новенькие дистрибьюторы, они делают большую ошибку, они делают промоушен своим кандидатам и недооценивают важность своего спонсора. Это главное, что я хотел бы пожелать новичкам, всегда цените. Понимаете, дистрибьюторы приходят и уходят, спонсоры, они остаются. И поэтому надо цепляться всегда не за своих дистрибьюторов. Они могут прийти и уйти. Собственно говоря, какая вам разница с кем делать этот бизнес? Но спонсор-то он у вас один и он будет влиять на ваше будущее, поэтому надо цепляться к спонсору. Когда есть возможность выбора, с кем пообщаться? С дистрибьютором или со спонсором? Приоритет должен быть всегда спонсор. Всегда надо с ним общаться, потому что от общения со спонсором меняется ваше мировоззрение и это влияет на ваш успех, а от общения с новенькими дистрибьюторами они вас загрузят негативом и вы только расстроитесь и это никак не влияет на ваш успех. Поэтому очень важно отдавайте всегда приоритет общению с успешными людьми. Ну это просто критически важно. Старайтесь всегда общаться со своим наставником, со своим спонсором и делать ему промоушен. Это просто база, на которой стоит наш бизнес. Следующее, то, о чем я постоянно говорил, это вот несколько принципов, на которых мы строили свой успех. И один из них, это созидает только любовь. То есть надо всегда относиться к людям с любовью. Они несовершенны по определению, потому что они люди. И любить надо людей. Искренне стараться им помочь. Это тоже очень важно. И следующий принцип, который звучит кратко, но реально он огромен. Это то, что надо свой бизнес делать правильно. На правильных успехах, на правильных ступеньках его строить, на правильном фундаменте. Мы всегда говорили такие слова. Быстро не есть правильно, а правильно есть быстро. Потому что если делать бизнес правильно, он получится быстро. Если делать его быстро, он может у вас быстро построиться, но рухнуть, потому что не было крепкого фундамента. И вот это слово правильно, просили у нас в вопросах расшифровать, что такое правильно. Это много сюда входит моментов. Но один из них, наверное, я скажу, это быть честными с людьми. Это быть всегда на стороне своих дистрибьюторов. Не на своей стороне, а на его стороне. То есть перед выбором, например, а заработать ли мне на моем дистрибьюторе? Вот я могу ему продать буклетик, я ему продать могу тренинг, я ему могу продать какой-то диск или еще что-то. Или помочь ему сделать успехи. Всегда я был на стороне каких-то людей, своих вот дистрибьюторов. То есть я всегда не свою выгоду старался выиграть, а всегда был на стороне, на выгодах своих дистрибьюторов. То есть я старался всегда думать именно с их позиции, как будет ему лучше, как будет ему выгоднее, а не как мне. И я считаю, что это правильно. Соблюдение этических каких-то норм, вот то, о чем я сегодня говорил. Когда приходит ко мне дистрибьютор и говорит, я хочу под вас подписаться. Любой бы мечтал, к нему пришли, хотят под него подписаться. Я говорил, вы знаете, я вас не приглашал. Я считаю, что это тоже один из принципов правильного построения. Не я же приглашал этого человека, не я же ему рассказывал о компании. Я не могу быть ему спонсором. Я ему говорю, пойди к тому, кто тебе рассказал об этой компании, от кого ты об этом узнал. И потому что я считаю, что есть такой принцип. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот я хотел бы, чтобы мой кандидат, которому я рассказал о компании, пошел бы к другому, и тот бы его подписал. Нет. Значит, и я не должен так поступать по отношению к другим людям. Казалось бы, все знают этот принцип. Поступай с другими так, как я хотел бы, чтобы с тобой поступали. Но почему-то мало кто готов. Люди всегда готовы поддаться какому-то искушению. Они всегда готовы выиграть копейку, но проиграть миллион. Вот не надо так никогда делать. Всегда лучше выиграть войну, чем какой-то боль. Поэтому, если будете вести свой бизнес правильно, задавайте себе ключевой вопрос. А что будет, если то, что я сейчас сделаю, повторят тысячи моих дистрибьюторов? Да еще в искаженном виде, потому что дубликация не всегда идет в чистоте. Если вы понимаете, что ужас, что будет, если они это все повторят, то не делайте этого. Делайте только так, как вы хотели бы, чтобы повторили ваши дистрибьюторы. Поступайте только так. Если они это продублицируют, то супер. Вот это будет вообще класс. Вот только так надо поступать. Это сложно. Сложно себя постоянно контролировать. Сложно себе постоянно задавать этот вопрос. Всегда хочется сделать как-то быстрее, а не правильно. Но поверьте мне, если будете делать бизнес правильно, у вас будет самый надежный, крепкий и самый быстрый бизнес по сравнению с другими конкурентами. Ну, я поддерживаю, потому что это наша общая идеология и философия с Олегом. Просто наш бизнес – это бизнес доверия. Очень трудно заслужить это доверие. Очень много значит имя человека. Вот создать имя, ну, в любой области человеческой деятельности, да, это очень сложно. И заслужить доверие. Дистрибьюторы, они все время нас проверяют на вшивость. Постоянно. Они же под рентгеном нас рассматривают. А действительно ли он делает так, как он говорит? А может быть, это он только нам говорит? Потому что большинство людей, ну, к сожалению, да, они очень неконкурентны. Они говорят одно, чувствуют другое, думают третье, а делают еще четвертое. И таких людей, которые последовательны, их очень мало. И поэтому нам сложно доверять другим. И мы очень ищем этого человека. И когда мы такого находим, мы хотим идти за этим человеком, да, и вот стать таким человеком самому, который вызывает у другого доверие. Да, вот потому что третий принцип, который мы сформулировали когда-то очень давно, на заре еще своего бизнеса – живить так, чтобы тебя хотели повторить. Я хочу быть, как он, я хочу быть, как она, я хочу быть таким же. И вот мы пытались быть все время примером. Это да, это может быть напряжение, это ответственность, но это так. Вот самое простое, что я хочу новичкам пожелать, это или посоветовать. Это очень просто, и это легко на самом деле. Взять какой-то навык, ну, один маленький, не знаю, будут это контакты, будет это рассказ о каком-нибудь продукте своей компании, или там будет все что угодно, любой навык, и начать его оттачивать. И научиться что-то это маленькое, маленькое, сделать лучше, лучше всех вообще. Сначала одно. Я думаю, если тренировать что-то одно, да, ну, можно за месяц, за два, за три так натренироваться, ну, не знаю, говорить по телефону, например, да, это просто будет вообще потрясающе. Потом к этому навыку, супернавыку, да, добавить второй. Вот что такое тренер? Это тренировка. Это практическое натаскивание, тренировка. Вот. И тоже научиться делать это вот лучше всех. И когда у вас наберется, может быть, не одно, а вот два-три, три, наверное, точно, вы настолько быстро начнете двигаться, вот очень быстро вы начнете в бизнесе двигаться. Потому что когда человек хватается за все сразу, у него не получается ничего. Но если бы мы сразу с вами начали учиться говорить по-китайски, по-японски, по-шведски и по-татарски, наверное, мы бы не научились ничему, скорее всего. Вот. А если бы мы начали делать что-то одно маленькое и научились бы делать это вот так, да, человеку не надо быть гением во всем, чтобы преуспеть в этой жизни. Ему надо быть гением, ну, то есть быть супер-профи в чем-то одном. А если в двух-трех, вообще гениально, вообще супер. Это очень просто. И вот еще хочу еще сказать о спонсорстве. Самая большая проблема в скорости продвижения человека в этом бизнесе – это сопротивление советам спонсоров. Вот я сама была такая, упрямая до невозможности. И таких людей, к сожалению, это то, на чем ломаются многие. И они уходят за пять минут до успеха. И мне очень их жаль, потому что это гордыня, в общем-то. Это гордыня. Ну, он такой же, как я, что я его буду слушать? И все тренинги, все школы всегда начинаются с чего? Спонсор всегда прав. Если спонсор не прав, смотри пункт первый. Потому что на первых порах, пока ты не знаешь, что надо делать, и ты пришел в неизвестную тебе систему, тупо, ну вот стань тупым. Вот чтобы подняться на более высокий холм или более высокую гору, надо сначала спуститься с той горы, на которой ты сейчас. Вниз, к подножью. А не хочется. Но есть же жизненный опыт, есть же свое мировоззрение, есть представление о жизни. Вот надо спуститься вниз опять. Вот это сложно. Потому что в полный стакан ничего нельзя налить. Вот это не обучаемость. К сожалению. Вот самое, что мешает людям, это сопротивление советам спонсора. Вот спуститься вниз, вылить все. Начать просто тупо на доверии. Вот стать настолько умным, чтобы быть глупым. Просто делать, не задумываясь. Просто на доверии. Я вот всегда даю образ. Вот есть гора. Стоит спонсор. Он не на вершине, он там стоит где-то высоко. Его горизонт, он дальше. Ну, вот говорят, что когда человек стоит на равнине, он видит примерно горизонт 5 километров. Дальше он не видит. Горизонт, черта. Если он поднимется выше, он видит дальше, правильно? Вот дистрибьютор стоит у подножия горы, а его спонсор, ну, я не знаю, там 5 метров поднялся или 10. Он видит дальше, он говорит, слушай, там находится то-то, и вот то-то, и вот то-то. Там так здорово, там такая фантастическая жизнь. Но дистрибьютор же этого не видит. Он говорит, да нету там этого ничего. Я же не вижу. Я же не вижу. Он говорит, ну поднимись ко мне. Да ты что, тут такие скалы. Мне нужно проделать столько усилий. Нет, нету там этого ничего. Но тебе сначала надо проделать усилия, чтобы подняться наверх, и тогда ты увидишь то, что вижу я сегодня. Поэтому тебе придется сделать эти усилия просто на вере. Вот это сложно. Просто поверить, просто поверить. Все. Спасибо. Это были Олег и Алла Андрейчук, которые в свое время проделали усилия, и теперь они наверху.